В Тирасполе хотят построить мусоросжигательный завод. Место на Малаежском полигоне, куда вывозят столичный мусор, осталось всего на год-полтора работы. Потом придется строить новую огромную свалку. Мусоросжигательный завод может быть рентабельным предприятием. В других странах такие заводы не просто утилизируют отходы, но и вырабатывают энергию. Это весьма актуально для нас. Сейчас в Тирасполе на свалку вывозят только половину всего мусора. Остальное сортируют и продают, как вторсырье за границу. То есть мы уже пошли по пути осознанного, как модно говорить, отношения к отходам. Мусор вездесущий, опасный, полезный. Главный герой репортажа Натальи Ткачук. На сортировочный комплекс Тирасполя мы выехали не в самый подходящий день. И хотя от города всего пару километров, добираться в дождь по бездорожью оказалось непросто. Это жесть, да. И жесть, и пластик, и стекло. Весь мусор столицы. Припалькуйте, пожалуйста, возле этих пластиковых бутылок. Квадратных пластиковых рикетов. Лабиринт свалочного мусора. Скажите, золото находили? Не, вы что? Как не? У нас люди еще до этого не дожили, чтобы золото. А серебро? Ну, серебро, я знаю. Кто роется, может, и находили. Но все же молчат прям. Найти что-то стоящее в этих горах всегда можно. Главное, не пропустить полезную вещь. Тут кому что нужнее. Дождь дождем, а рабочий день никто не отменял. Пока здесь гребают и перебирают, рядом вываливают все, что привезли грузовики. Одежда от холода не спасет. Люди греются здесь же. Правда, рады нам не все. Здравствуйте, гости, можно к вам? Чуть-чуточку. А зачем? О, как у вас тепло здесь. Сейчас будем их тут снимать. Дайте я выйду, не надо мне вашей камерой. Мы сами это делали, сами своим, как могли, чтобы в дожде можно было одежду сушить, со мной погреться. Ну, понятно, такая погода, слушайте, а работать-то надо? Пока уже. Пока уже надо. Это я. Извините, я на работу. Давайте. Все это производство называется сортировочный комплекс. Тут из, казалось бы, ненужного мусора достают все, что можно использовать вновь. Вторую жизнь получают половина всего, что сюда привозят. Не Швеция, конечно, где 95% всех отходов на переработку, но все же и у нас мусор научились превращать в деньги. Вот это куда идет, например? На переработку. В конечном итоге получают грамму. А кто берет их? Это Молкова? У них прям предприятие есть какое-то? То есть что из этого может быть? Все, что угодно. Пластик, да? Тазик, стульчик, грабелька. Но сначала пластик, картон, стекло выуживают из потока отходов вот из этой линии. Это женская работа. И даже здесь, не в самом гламурном месте, девочки такие и девочки. Мусорную сортировку украсили гирляндой. Новый год рулит. Белую бутылку и картон выбираем. Зачем бросать в топку то, что приносит деньги? В той же Швеции волокно, которое есть в бумаге, восстанавливают до семи раз. А чем мы хуже? Александр, мастер картонных брикетов, так рассуждает. Мы сейчас все покажем. Вот это нельзя? Нет, это можно, но скочь отрывается. Прессуется чисто картон сухой. На картоне Саша собаку съел. Еще в детстве макулатуру сдавал. А еще он футбольный фанат. У него, кстати, даже автографы, Реала есть. Специально на выходе футболистов поджидал, когда они к нам приезжали. И ТСВ Саша смотрит. Я на ТСВ почти всех знаю. Да вы что, всех? Ну, почти вот оператор. Некоторых операторов знаю. Кто любимый ваш корреспондент? А, корреспондент? Ой, там много у вас. Там и Макс Кириязов, и Заяц. На сортировке, конечно, не звезды работают, говорит Александр. Но тоже есть популярные личности. Вон Коля. С некоторых пор его иначе, как долларовый магнат, не называют. Нашел в мусоре несколько сотен долларов. Сортировка в Тираспеле работает уже пять лет. За это время сотни тонн пластика, картона, стекла, жести продали за границу. Чтобы там они превратились в новые пакеты, упаковки для шампуня, тетради. Но мусора, который переработать нельзя, все равно очень много. Каждый день десятки грузовиков, камазов едут на Малаешты. 15 километров от Тираспеля. Это полигон твердых бытовых отходов или, простыми словами, свалка для городского мусора. Все, что осталось после сортировки, привозят сюда. Другого способа избавиться от мусора нет. Одна машина была. Одна? А сколько в день обычно? Вчера было 44. Весь столичный мусор 11 лет подряд здесь складировали, утрамбовывали, засыпали землей. Много раз свалка горела. Много мусора у нас, Герман? Много? А ну. Да, понятно. Мусора на 15 метров вниз. Это как трехэтажный дом. И мусор везут и везут каждый день. В дождь, снег, в сильную слякоть, как сегодня. Это и называется свалка. Когда место закончилось, открыли вторую свалку. Здесь же, рядом. Площадь, которая составляет 4,2 гектара. Срок эксплуатации карты был рассчитан на 4 года и 2 месяца. Срок эксплуатации последней, то есть эксплуатируемой карты закончился в июне месяце 21-го года. Закончился. Но в связи с тем, что в 2017 году была введена сортировочная линия, то есть мы продлили таким образом жизнь этой карты. И на сегодняшний день мы продолжаем эту карту заполнять. Остановить процесс нельзя. 250 тысяч кубов, столько отхода везут на эту свалку ежегодно. Вот это вот сзади, за моей спиной, как раз есть новый полигон. Вот последний, который уже практически полностью заполнен. Вот подобраться сюда невозможно. Машины доезжают только до вот этого небольшого перекрестка, а потом уже трактор загребает весь мусор дальше на свалку. Мусор замедленного действия. Еще год-полтора и свалка переполнится. Мусор подберется к малоежтам. Мы же не инопланетяне какие-то. И мусор не телепортируется в космос сам. Пока проектировщики чертили план новой свалки, глава города подумал, зачем вкладываться в не совсем безопасный полигон. Дешевле и рентабельнее мусор сжигать. Прорабатывается вопрос приобретения мусоросжигающего небольшого завода, который будет рассчитан на, по большому счету, где-то на 10-15 тонн в час. Почему именно такая мощность рассматривается? С учетом заинтересованности Бендеры, Слободзеи и, возможно, Григориополя, мы рассматриваем логистику доставки где-то в плече 40-50 километров от этого мусоросжигающего завода. А это позволит нам и Слободзейский регион частично задействовать полностью Бендеры и Григориопольский район. Ну, Тирасполь соответствует. Такие же мусоросжигательные заводы, как присмотрели Детирасполя, есть в Амстердаме и Москве. Мусоросжигательная установка там в самом центре города. В январе делегация из Тирасполя едет в Европу. Смотреть, как это работает там. Экологически чистое будущее. Возможно, у нас оно не за горами. Теми самыми мусорными. Наталья Ткачук, Леонид Мостак, Владимир Погоня. Отражение.